Приветствую вас, конечный ответ моей коллеги весьма содержателен, весьма полезен, наверное, для вас будет. Но, на мой взгляд, ваш вопрос, он довольно неопределенный, потому что вы говорите, чему можно научиться для развития. А для развития чего? Учиться для чего? Просто развитие как самоцель? Вряд ли это будет для вас полезно. Потому что развитие как самоцель, боюсь, не может приносить удовольствие. А развитие как самоцель, боюсь, не может дать того, что... Ну, того, чего вы, например, хотели бы для себя. А развитие как самоцель не позволит вам быть в гармонии. Потому что так вы будете по сути дела, по сути дела. А так вы будете постоянно испытывать некую потребность снова и снова, снова и снова, снова и снова. Развиваться. Развитие без ориентиров, без каких-то критериев, без направления. Безконтрольное развитие. Ну, к сожалению, вряд ли может привести к чему-то хорошему. Именно для вас. Потому что... Должны быть... Должны быть... Определенные критерии. Должны быть... Чего я хочу. Что мне нужно. Для чего я... Эээ... Хочу... Того или иного. Что мне это даст. Насколько это... Для меня... Там... Ценно... Актуально. Важно. И так далее. Вот. Знаете... Вот это... Это... Самое главное. Когда будет четкое понимание того, зачем вам это, когда будет четкое понимание того, для чего вам это. Для чего вам развитие, для чего вам... Эээ... Ну... Познавание чего-то нового. Вот. Когда будет понятно это... Тогда лучше... Вы, в принципе... Можете развиваться именно так, как вот вам... Будет хотеться и... Тогда... Будет... Будет просто более... Эээ... Ну... Будет более... Более... Стеленаправленная... Деятельность... У вас... Будет более... Эээ... Такая... Узконаправленная деятельность... У вас... Понимаете? А пока вы... Хотите просто бесконтрольно развивать... Эээ... Эээ... Себя... Эээ... Эээ... Что это не вы хотите развиваться... Эээ... Эээ... Как бы... Как бы... Что-то заставляет вас... Эээ... Ээ... Это делать... Что-то заставляет вас... Эээ... 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 И здесь нужно постараться понять, зачем, для чего вам такое развитие, что оно вам должно дать, по вашему мнению. Вот я думаю, что такая постановка вопроса куда более правильно. Так вы и не будете делать кучу вещей, которые, может быть, вам нравятся, а, может быть, вам не нравятся, которые вас устраивают, а, может быть, и не устраивают. Понимаете? Ну вот. Так вы будете аккумулировать свою энергию, именно аккумулировать ее, именно на те цели, что нужно вам. Понимаете? Вот. Именно туда, куда вам нужно. И, на мой взгляд, подобная экономия, подобная экономия ваших ресурсов, например, это именно то, на что стоит обратить внимание, в первую очередь. то есть не пытаться просто вот все подряд делать, а именно прислушиваться к себе и стараться определить, что я-то хочу, что мне-то нужно, что для меня-то ценно, что меня-то привлекает вообще. Друзья, вот, что меня-то привлекает, что мне важно, что находит отклик в моем сознании. Вот. Понимаете? Вот это, это и является самым главным. Поэтому бережно относитесь к себе, бережно относитесь к тому, что вы делаете, старайтесь, заботитесь о себе, ну, старайтесь, старайтесь заботиться о себе, вот. И не тратьте время на те вещи, которые вам не интересны, в принципе. Ну, вот. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Развитие, развитие всегда приносит то, что нравится. То есть некие, некие навыки, знания, алгоритмы поведенческие, да, которые вы точно знаете, как будете использовать. Вот это то, что действительно человек развивает. Если развиваться просто на эрудицию, то, во-первых, может не остаться времени на себя. Да, то есть, ну, вот, совсем, вообще, времени на себя не будет. Да, когда? Когда здесь, когда заниматься собой, да, если, грубо говоря, постоянно все вот это вот на развитие направлено. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...